Каждый год одно и то же. На этих кадрах вы видите, как содержимое канализации заливает дом 382 на улице Ярославского. Здесь соседи не думают о том, как благоустроить дом. Им бы его спасти. История тянется ещё с прошлой недели, когда жителей поставили в известность о засоре в канализационных путях, который вроде бы даже и устранили. Но в итоге всё пошло по накатанной. Сначала зловоние в подъезде, а потом и вода в подвале. Там же, кстати, находится и электрический щит, что только увеличивает риск аварии. В три часа приехала машина, произвела первый рейс по откачиванию. В последующих ещё было четыре рейса. Уже как бы частными силами откачивали. Ну и всё, как бы на этом. Закончили работу. Управляющая компания установила туда отсосы, которые уже в течение ночи и последующего дня производили работы по откачке воды. Ну как бы нам сказали, что все инстанции в курсе, водоканал в курсе. Пострадал не только один дом. У Сергея в другом здании этого же района находится сауна. Теперь расходы придётся выплачивать из своего кармана. Один миллион рублей. Шутка ли? Затопило, получается, коммерческое помещение. Да, оно у меня в аренде. Буквально за 20 минут набралось 20 сантиметров воды. Откачивали своими силами, потому что никто это не собирался делать. Вызывали клиник. Соответственно, старались там всё это устранить. Всё равно запах остаётся и никуда не девается. А теперь придётся ремонт делать. Самое неприятное в этой ситуации – регулярность. По словам местных жителей и представителей управляющей компании, осень и весну ждут без особой радости. Ситуация с этим домом довольно-таки систематичная. Мы неоднократно обращаемся по подпору канализационных сетей в этом районе в муниципальные службы, то есть, в частности, в МУП «Водоканал» города Иркутска и в Комитет городского обустройства администрации. Сети здесь муниципальные, то есть, они переданы на баланс муниципалитета, но проблема в том, что они не закреплены за балансодержателем водоканалом. То есть, водоканал здесь приезжает по, грубо говоря, моему звонку в администрацию. Мы сделали официальный запрос в водоканал. Сейчас ожидаем ответ. Как только ситуация прояснится, мы вам об этом расскажем. Следите за развитием событий. Элина Сабейникова, Константин Синицын. Новости сейчас.